Приветствую вас, Юлия. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Смотрите, у вас есть в тексте три основных момента. Первый – это то, что познакомились с мужчиной на сайте знакомств. Второй момент – это то, что вы обижены на то, что человек заходил на этот сайт знакомств после недели хорошего общения с вами. И третье – это то, что, по вашему мнению, когда мужчина выбирает, то все остальные сразу отсекаются. Вот, давайте с этими тремя моментами с вами и постараемся разобраться. Первое – вы познакомились на сайте знакомств. Сам ресурс предполагает в некоторой степени восприятие людей как товар. То есть, люди действительно выбирают, смотрят и так далее. Знакомство само по себе здесь не является естественным, оно является акцентированным. То есть, люди знакомятся для того, чтобы что-то. В естественной среде общение и взаимодействие людей не имеет чёткой цели, и тем самым, в общем-то, обладает неестественными, спонтанными характеристиками, что и позволяет выстраивать взаимодействие исключительно на такой, я бы сказал, позитивной основе. Дальше. Очень важна субъективная сторона того, как вы оказались на сайте знакомств, почему вы пришли туда, почему вы выбрали место для знакомств на именно сайте, почему вы знакомитесь на сайте, у вас был негативный опыт взаимодействия с мужчинами в реальной жизни или что. Это очень важно. Очень важно. Дальше. Сам характер взаимодействия людей через сайт знакомств предполагает восприятие друг другом людей как определённых предметов, как определённых вещей, как товар. Потому что как личностям, как людям раскрыться нельзя. Ну, не получается. Негде. По факту. Негде. Вот. Дальше. Следующий момент. Мужчина... А, вам обидно, что мужчина зашёл на сайте знакомств, заходил на сайте знакомств и зашёл после ваших встреч. Вы чувствуете себя подавленной, ощущаете, что потерпели фиаско. Вот, знаете, складывается совершенно чёткое впечатление, что отношения этих мужчин вы устраиваете для себя. Отношения этих мужчин призваны как-то вас характеризовать. Отношения этих мужчин призваны, ну, дать вам то, в чём вы нуждаетесь. Отношения с мужчиной должны скорректировать ваше представление о самой себе. Что, в свою очередь, говорит о том, что вы не уверены в своей ценности, вы не уверены в своей значимости, не уверены в своей привлекательности, раз вот этот факт вы воспринимаете как фиаско. То есть, по факту, кто-то напоминает игру. Я, я начала играть, и я проиграла. Но в отношениях проигравших и вы, или выигравших, не бывает. В отношениях ситуация заключается, а ситуация представляет себя следующее. Люди либо общаются им хорошо вместе, либо люди расходятся и вместе нехорошо. Если это повторяется, значит, сам человек делает что-то не так. Так что здесь, по факту, речь идёт о важных внутренних противоречиях, страхах, обесценивающих тенденциях и, конечно же, потребностях, ответственность за которые вы перекладываетесь в том числе на мужчину, на своего партнёра. Из чего вырастает обида на то, что он ваши ожидания не оправдал. Дальше. Касательно выбора. Во-первых, то, что вот сам термин, который вы собрали, говоря, что когда мужчина выбирает, это значит, что все другие отсекаются. Он уже предполагает, что вы в определённой степени товар. Вы в определённой степени вещи. И это оскорбительно. Это оскорбительно для вас. Это оскорбительно для вашего достоинства, на мой взгляд. То есть, что значит выбирают? Выбирают товар в магазине, да? Ну вот. Понятно, что если вы общаетесь, если вы познакомились на сайте знакомств, то вы у него не одна. И понятно, что мужчина смотрит, с кем ему лучше, с кем ему хуже и так далее. Тут сам формат взаимодействия такой. И даже если вы ему нравитесь, то он же не знает, какая вы. И на всякий случай, дабы иметь ещё запасной вариант, он может общаться с кем-то ещё. Может быть даже встречаться. На взаимодействие его с вами это никак не влияет. За неделю нельзя раскрыться. За неделю нельзя раскрыться перед человеком так, чтобы полностью быть уверенным в том, что это именно твой человек, именно твоя половинка. Более того, если люди ориентированы на это, на то, чтобы вот как раз, на то, чтобы, ну, искаться во второй половинку. Это очень большая проблема, потому что в таком случае люди смотрят не на свои цели, не на свой жизненный путь, а на другого человека, пытаясь, по факту, заместить одно другим. Ну, ничего хорошего из этого не получится. Вот, поэтому в вопросах выбора вы не совсем правы. Потому что, ну, по факту, вы самим выбором, основанием для взаимодействия с мужчиной и направленностью этого взаимодействия, формируете такое вот его поведение. И, как бы, выбора, когда мы говорим о сайте знакомств, ну, как такового не существует. Выбора вообще не существует, не существует. Но у вас заниженная самостанция. Вы сравниваете себя с другими девушками. И в этом заключается основная беда. В этом заключается основная ваша проблема и трудность. И с этим, в первую очередь, нужно работать с теми моментами, на которые я вам указал. Вот примерно так обстоят дела с точки зрения профессиональной психотерапии. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится и вы найдете возможность над собой поработать. беда.